здравствуйте друзья дело об рамове часа я не хотел комментировать не люблю комментировать банальности но такое количество людей просит придется что-нибудь сказать говорю слишком редко много людей предполагает что произошло комментируют все пытаются быть хорошими говорить доколе как можно демократия коррупция и так далее и так далее и очень редко звучит фамилия сакашвили она должна звучать как бы так деликатно объяснить смотрите какая интересная штука порошенко становится президент очевидно это человек которого нельзя назвать негодяем который только татаре тянет под себя и не совсем не думает о стране он думает о стране просто те мысли и те способы так как он не думает очень дорого стране обходятся но тем не менее он очевидно хочет какие-то реформы ездил на смотри на на запад его там оценивали всесторонние объясняли куда он попал что в какой команде он находится что эта команда ждет от него совершенно определенных действий на учитывая что он не диктатор у него есть множество противоборствующих политических сил кроме того есть украинский национальный архетип который заключается в том что премьеры и президент должны прийти в обнимку на волне революции к власти а потом страшно пересориться и развалить все на свете и сдать какому-нибудь пророссийскому следующему президенту как бы порошенко петр алексеевич не стал тем человеком который смог навязать свою волю события есть способна арсений петрович есть спасу способна арсен не знаю как его до ваков и так далее так далее товарища кроме того есть такая интересная штука как ближайшие друзья и окружение президента президент настолько хорошо видимо знают самым своим друзьям и ближайшему окружению что с самого начала решил пригласить сюда в качестве альтернативы литовских или там шире прибалтийских и грузинских специалистов этим сразу он решал несколько проблем он несколько дистанционировался от своих друзей прекрасно знаю что их гораздо больше интересует приватизация нежели сохранение и захват новых активов нежели какие-то там реформы какой-то там украины значит ему нужно было создать он пытался создать баланс сил систему сдержек и противовесов чтобы уж точно не зависеть от одной группировки для этого приглашаются единственные люди которые сумели что чего-то добиться на постсоветском пространстве прибалтийские реформаторы и грузинские реформаторы михаил саакашвили действительно смог реально изменить обстановку в грузии сделать из нее другую страну значительно степени похоже на очень красивую картинку и как бы он единственный человек которому по-настоящему удалось харизматичный да умеет там настоять на своем прорваться и так далее и так далее значит народ украины жаждет реформ вот вам реформаторы запад жаждет провести украину через стандартные постсоветские процедуры макроэкономическая стабилизация демократизация бла-бла-бла это все написано как бы есть в учебниках и и поверьте с украины ничего уникального не происходит нас ведут по рыбе вот этой вот которая там с восемьдесят девятого года с подачи бойцы ручей всех основных реформаторов была когда-то создана и опробована опытным путем но народ украины жаждет реформ в стране война мы противостоим страшному противнику запад хочет реформа вот что-то как-то не реформируется и президенту начинают задавать вопросы он или поздно что происходит собственно говоря задают народ забрать задает армия забыть за границы почему нет реформы а при день говорит я свои должностные обязанности выполняю от и до вот плохое правительство и другие нехорошие люди не хотят бороться с коррупцией и плохо выполнять свои должностные обязанности под эти сладкие сказки под ситуацию на фронте анонс бесконечных российских наступлений под минские соглашения под сирию под все остальное народ два года какое-то все радостно кушал ареста добровольцев преследования патриотов всех этих лидеров лнр и днр которые приезжают на свадьбы в киев и гуляют в ресторане все эти конверсационные центры и весь этот бардак и дурдом всех этих пленных которые никак не могут вернуть все эти бесконечные странное поведение на фронте огранили хватание армии за руку же мне дай бог не выиграла войну и так далее так далее но но копится копится такие вещи и накопились и вот запад по какой-то странной причине нам пока непонятно и задает вопросы как бы товарищи вы собираетесь там заниматься бороться против коррупции заниматься реформами наши товарищи рассказывают везде где только могут что куча достижений новые мигалки ездят по городу дай форму норм новую армию пошили и говорят да все это отлично но за два года 50 миллионная страна и как бы мы взяли вас партнеры что же вы нас так подводить и недавно коля воробьев наш парламентский корреспондент который мы все ценим из вашингтона заявил что правительство обама решила дистанционироваться и дать уже украинским коррупционерам которые признаны невменяемыми нереформированными но демократически выбранными добыть уже до конца срока дальше будет и мы все расслабились понимая что где-то далеко сценарий перевыборов потому что надо перезагрузить устройство и объяснить что это попередники были плохие да вот сейчас вы народ чего вы такой недовольны значит выберите тех но мне нравится выберите новых которые вам нравятся да и вы вместе с ними договоримся будем снова вами править запад вы чего недовольны вы недовольны мы дали народу демократическим путем у нас представительская демократия в конце концов снова переизбрать и бла-бла-бла все было бы хорошо недовольство народа канализировалась бы возможность выбрать новых говорящих голов как бы а запад тоже был бы пуст если бы президент был похитрее по умнее он бы поздавал еще в той избирательной кампании которая готовилась на сентябрь по поздавал бы постепенно ключевых персонажей шокина муженко каноненко и сердобольный украинский народ взвыл бы от радости и закричал бы вот наконец-то началось просто лик ван ю наш родной в нем проклюнулась он смог и так далее так далее можно было дальше безнаказанно грабить воровать столько сколько столько сколько он нет почему значит ручной практически саакашвили которого поставим порошенко поставил надо и все для команды реформаторов которые привезли сюда для того чтобы показывать что вот их есть у нас внезапно делал идут на резкое обострение и начинают крупную игру одновременно против ближайшего окружения президента каноненко и против правительства двойная атака посмотрите насколько согласованы действия многие пытаются выдать то что вчера произошло димаша абрамовича со за эмоциональный всплеск и так далее эмоциональный всплеск который поддержала 10 послов передовых западных держав одновременно тут же заявление саакашвили тут же этот сам это согласованно организованное мероприятие и президент оказался очень интересной ситуации одна часть его приближенных как он считал таранит другую часть его близких друзей указывает на них как на главных главных коррупционеров и организаторов коррупции в этой стране кроме того таранится правительство что ему вроде бы на руку но с другой стороны не красит украину и нужно отвечать на какие-то вопросы народу и своим западным партнером о том что не только западным что же у вас стране творится как бы да более того из-за того что думала что это все плавненько будет делаться и михаил саакашвили вместе со славой бакарчуком и другими купленными и привлеченными товарищами и выдернутыми частично из старых сил типа бпп создадут сначала все украинское движение рух за против борьбы против коррупцию потом перейдут в политическую партию потом эта партия будет пресендована народу на парламентских выборах вместо сдыхающего бпп президент наконец-то сделает то что не смог сделать то есть возьмет большинство в парламенте и начнет править уже спокойно приватизировать ребриватизировать там устраивать реформировать и прочее прочее все шло к выборам потому что когда концов вот эти два года упорлись то что президент не имеет своего большинства управляемого в парламенте нужен ручной парламент и все это в течение там 6 9 месяцев должно было произойти и внезапно михаил резко сокращает дистанцию и все вот это прибалтийско-грузинское окружение явно западной подачи судя по реакции послов мы пока не можем ответить себе на вопрос зачем вдруг это понадобилось западу почему такое резкое обострение обстановки но мы можем квалифицировать так сказать и подчеркнуть некоторые вещи первое это то что запад и саакашвили связка гораздо более квалифицированные игроки чем президенты его окружения второе президенты его окружения попали в очень сложную ситуацию им надо импровизировать объясняясь что у них происходит но они очень плохо импровизируют у них не готовы не медийный ответ не кадровые непрофессиональные и общее ощущение у народа и запада что король то голый к под королем я имею ввиду всю систему с большой буквы с а не только самого президента порошенко туда же идет не ценюк даже идут все наши фейсбук министры и как бы все эти генералы и прочее прочее становится понятно что как-то может мы зря рассчитывали на этих людей а может быть следующая мысль может быть мы за раз они голосовали в этом и есть суть и содержание 2016 года все должны понять что король голый что в мирной жизни в обычной вы бы с этими людьми за стол не сели и хлеб не сломали потому что это люди которые очень плохо оценивают действительность не до конца понимают миссию которая на них выпала рычаги которые им дали этот сам их пытается использовать их для личного обогащения ими руководит трусость жадность и предательство как говорил персонаж высоцкого вместо встречи изменить нельзя и в тот момент когда украина проходит через библейский разлом своей истории весь мир у руля оказались совсем не те люди которые нам нужны и вот вся история организована так чтобы мы увидели каковы люди в которых вы и мы инвестировали наши надежды что они не то что не тянут этих задач на управдомов не годятся это историческая задача 2016 года и проблема не в них не в этих людях они уйдут через десять лет про них никто не будет вспоминать проблема в нас и в нашем желании бесконечно перекладывать ответственность на эти красивые телевизионные картинки в том числе на такую на которую вы сейчас смотрите друзья на 2016 год водораздел и для вашей способности принимать решение и для вашей способности оценивать ситуацию и этот год очень недвусмысленно вам покажет просто обесценив все то что происходит на политическом олимпе что мне не в кого инвестировать я вассоряю уверяю что Михаил Саакашвей и Вакарчук и все кого они туда притянут тоже в каком-то смысле окажутся голыми королями и пока вы не поймете что ваше благополучие зависит только от вас начнете им заниматься непосредственно они делегируют полномочия кому-то ничего в этой стране не изменится и в этом мире оно изменится история на паровоз истории набрал свой ход и он не будет спрашивать вовремя или не вовремя вы сделали соответствующие выводы для самого себя вот смотрите как ошибся наш президент он думал что Михаил Саакашвили достаточно ручной управляемый политик а в результате может оказаться в ситуации когда он номинальный президент из-под которого вышибли на все окружение где ему не на что опереться парламентской фракции правит Саакашвили Саакашвили является премьер-министром и вся роль президента сводится к тому чтобы он подписал то что ему принесет Миша и диктуют соответственно западные партнеры вот и он внезапно оказался посаженным отцом плохо оценивает обстановку плохо работать с камерами не имеет на кого опереться понимаете и это история каждого из нас вывести к части нас инвестировала порошенко часть инвестирует в Саакашвили и всякий раз каждый из нас будет обманут пока вы не поймете что инвестировать нужно в себя свою способность мыслить свою способность действовать способность создавать команды и подбирать ресурсы и получать от жизни то чего вы хотите начиная от подъезда заканчивая страной и Европой или всем миром и безусловно прогноз оптимистичный более того все происходящие события будут страшно смешные и страшно интересные но коллеги мой месседж заключается в том что та история которая на нас идет эта история личной ответственности и умение строить социальные связи вот эта тема на которую нужно очень плотно думать на этом прогорел президент на этом прогорел все те кто его сменит правительство там прогорело парламент прогорел и так далее смотрите чтобы мы не прогорели поезд очень жесткий он едет вперед никого не спрашивает кто отстал кто-то стал навсегда думайте свои головы и решайте сами как вам дальше жить